Сразу чувствуется, что пришла весна. Все вокруг цветет, зелено, красиво, плывут птицы. Но если обернуться по сторонам, становится понятно, что здесь одинаково жарко в любое время года. Весь асфальт усеян воронками. Вот недавно прилетело. Вот такой сюрприз. Таких сюрпризов у нас по району в округе раскидано. Ну, только за один день пять прилетов было. Ну, это 120-я мина, вы наблюдаете. А зачастую прилетают сапоги СПГ-9. И Василёк работает у них. Несколько километров до неподконтрольной осиноватой. Местных здесь нет. Это был дачный посёлок. Военные говорят, пока неподалёку работает наблюдательная миссия, можно пройти вглубь. Главное не задерживаться. Обстрелы могут возобновиться в любой момент. А сейчас же ОБСЕЧ уже приехала. И у них же тоже с той стороны работают ОБСЕшники. Сейчас своими глазами увидите и заснимите. В этом месте были позиции и огневые точки противника. Эффект присутствия сложно не заметить. Подъясненовато есть населённые пункты, которые ранее были неподконтрольны Украине. И противник обозначал своё присутствие вот такими вот надписями. Ну, это, наверное, самое безобидное, потому что в основном с нецензурной лексикой. Когда враг отошёл назад, планомерно начал меняться и рельеф, и ландшафт, и дизайн дачных построек. Если вы по словам провокации понимаете обстрел и стрелковое оружие, то мы вам можем показать, какие они бывают в действительности. Этот дом полностью разбит снарядом мины. В основном ближе к вечеру начинаются расстрелы. Ну, а ближе к 11 уже работает и артиллерия, и миномёты. Кстати, надписи мы видим, да, характерные? Ну, да. Неподалёку село Крутая Балка. Именно оттуда прилетают смертоносные подарки. Как вы видите, насыпи, это их позиции. Чуть ниже там проглядываются дома, село. Там они обитают, оттуда идётся обстрел. Вы видите, обстрелы тут частые, дома рушатся. Ну что, спереди видим ДФС, там уже враг. До знаменитой Донецкой фильтровальной станции рукой подать. На той стороне баррикад уверяют, что их позиций там нет. Здесь тоже отмечали, что посёлок – серая зона, а находили такие шевроны. Силовики, говорят, знают, кто против них воюет. Подробности и дальнейшее развитие событий в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Гоц, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ-5.